Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор приключений Джека. Привет, меня зовут Джек. В поисках сокровищ я забрел в этот лабиринт. Помоги мне найти выход. Поможем Джеку, друзья? Давай соберем алмаз, монеты. Я думаю, они нам пригодятся. Их можно будет обменять в магазине на что-нибудь нужное. Обменять это интересно. Так, вот все драгоценности собраны. Можно выходить отсюда. О! Похоже, дверь, прихождающая, путь заперта. Нам нужен ключ. Давай найдем его. Кто видит ключ? Я думаю, все видят. У нас есть золотой ключ. Можно попробовать открыть им золотую дверь. Это все запросто. Отлично, путь к выходу свободен. Идем дальше. Это у нас был обучающий уровень. То есть он как вне уровня, вне компании. А вот здесь куча-куча разных компаний. Всякие там замки. И так далее. И во всех из них мы должны найти сокровища. Но начнем вот с этого такого слоника. Это, я так понимаю, антийский замок. И в нем вот сколько? 25 уровней. Но у нас есть какой-то сундук. Давайте его откроем. 24 монетки и 3 алмазика. А для чего они нужны? Где наш магазин? Это банк. Получается, это только покупать, да? Ага. А как же насчет того, что нам сказали менять? Инденит. Ладно. Или получается, смотрите. Можно менять. Инденит. В общем, я пока не понимаю. Давайте пройдем несколько уровней, потом будем разбираться. Так, первый уровень. Ну, как видите, здесь ничего сложного. Взяли монетку. Взяли драгоценность. Здесь даже ключиков нет. Зато он и первый, он обычно самый легкий. Дальше. Ага. Здесь у нас уже две двери. Берем сначала золотой ключик. Открываем дверь. Теперь берем серебряный. Дверь также открыта. И выходим вот к выходу. То есть, первые уровни здесь довольно-таки легкие. Дальше будет сложнее. Это я вам честно обещаю. Так как я уже немного подпрошел несколько уровней, чтобы познакомиться с игрой. То действительно сложно. Так, смотрим. У нас золотой ключик. Нам нужно открыть вот эту дверь золотую. Если бы я открыл ту дверь, то получается, я бы не смогу потом спуститься за вот этим вот драгоценным камнем вниз. А так я открываю. Не обязательно все двери, видите, открывать на карте. Славное пройти к выходу и все собрать. Счет 16. Бонус за время 1. Уровень пройден. Здесь у нас серебряный ключик. Вариантов нет. Открываем. Еще один серебряный. И золотой. У нас все есть. Поэтому просто идем к выходу. Тоже не очень сложно было. Точнее, совсем не сложно. Ага, смотрите. Здесь уже какие-то ловушки. Вот видите, пики. Такие. Берем ключик. Только если я открою эту дверь серебряную, я вверх не смогу пробраться. Поэтому открываю верхнюю. Беру золотой ключик. Жду вот это вот препятствие аккуратно. Вот так вот. Иначе я погибну. И прохожу спокойно к выходу. Золотой ключик у меня есть. Открываю дверки. И иду к выходу. Тоже, в принципе, не совсем сложно. Но уже начинают появляться кое-какие препятствия. Да? Смотрим. Вот у меня есть серебряный ключик. Если я пойду вниз сейчас, то... Все. Проиграл. Поэтому я иду сначала, открывая верхнюю дверь. А беру золотой ключик. Так. Теперь опять вверх. Беру еще один золотой ключик. Если бы я пошел вниз, то я потом бы верхнюю дверь не открыл. Теперь беру серебряный ключик. Открываю нижнюю дверь. И вот все драгоценности уже собраны. И мы нашли выход. Уже уровень занял 32 секунды. То есть, с каждым разом все больше и больше времени занимает. Ты, смотрите. А здесь уже охрана какая-то, да? Так. Открываем ключик. Берем золотой. А-а-а. Так. У меня ключей. Если я вниз пойду, то, смотрите, получается, я... Успел. То я потом бы вверх не смог бы открыть этот вот... Ключик. Подождите. Ага, я все неправильно сделал. Так, пробую еще раз. Все правильно. Наоборот, мне нужно было сюда вот идти. Сначала взять золотой ключик. Вот так вот. А потом идти за серебряным. Точно. А то я все перепутал. Бывает же такое. Опа. Взял серебро. И... Открываю ключ. Иду к выходу. Вот, видите, уже первый раз ошибся. Хотя, казалось бы, ничего сложного. А, так. Что у нас здесь? У нас здесь... Золотой ключик. А-а-а. Мне нужно сначала открыть... Эту дверь. Взять еще один ключик. Ну, смотрите. У нас здесь уже есть какая-то вот еще одно препятствие. Видите? Стрелами там стреляется. Вот эта вот штука. Ну, мы ее вот так вот обхитрили. Пока она перезаряжалась. А-а-а. Вот я... Нет, все-таки я... Не погиб. Хотя... Я замешкался немного и думал, что все. Уже хана мне. Тоже три звездочки. Я так понимаю, если... А не взять какие-то... Сокровища, тогда... Звездочек будет меньше, да? Вот. Открываем. Здесь, видите, как уже сложно. Нужно правильно все рассчитать. Сверху они быстрее всего. Вот так вот... Стреляют. Ну, как бы... Все хорошо. Так, здесь опять у нас охранника. Давайте глянем, сколько уровней я уже прошел. Так, стрелочка назад. Я уже прошел девять уровней. Ничего себе. Поначалу... Ой, куда это я? Стоять. Я хочу в десятый. А, поначалу... Легкие уровни. Дальше некоторые там уже проходить нужно по... Много минут. Так, сверху мне... Ничего пока не нужно. Ведь у меня там... Нет... Ничего, кроме камней и... И золота. Мне нужно сначала взять серебряный ключик. Вот так вот. Успею? Успеял. Хорошо. А теперь уже иду вверх. И собираю... Все сокровища. Ладно, чтобы он... Не надумал пойти следом за мной. Но пока... Здесь все линейно. А, ну... Кстати, я там встречал уровень, где... А, солдаты эти ходят по кругу. То есть, не по одной линии. Там, конечно же, тяжелее все просчитать. Десятый уровень пройден. А, а... Переходим к одиннадцатому. Ничего себе. Как здесь проскочить? Смотрите. Они, если я открою дверь, начнут ходить. Ох ты, вы видели это? Это было на волосок от гибели. Как они меня не заметили? Может они с закрытыми... Завязанными глазами ходят? История об этом умалчивает. Это будет секрет. Поэтому идем дальше. Ух ты, смотрите. У нас тут что-то новенькое. Что это? Я не могу переместить блок. Это телепорт. Вот я телепортировался. Взял сокровище. И нашел выход. Вот так вот. Так. Ух ты, смотрите. Сколько здесь... Этих... Стрелялок, в общем. Как же здесь быть, а? А ну-ка. Я помню, что я здесь тратил очень много жизней. О. Вот сейчас я правильно все рассчитал. И получается мне нужно как-то... Вот туда попасть. Нужно сразу, когда только начинает она стрелять. Вот так вот идти и не останавливаться. Тогда все получится. Видите? Четко как все просчитал. А первый раз, когда я пробовал, я там, наверное, жизни 10 потерял. У меня не получалось. Так. Вот. Подождите. Серебряный ключик. Открываю серебряную дверь. Теперь спускаясь вот сюда. Ага. Подождите. А мне нужно... А мне нужно... Наверное... За золотым, да? Вот так вот. Теперь мне нужно вот сюда. Хотя я могу сразу взять драгоценности, чтобы потом за ними не возвращаться. Здесь уже все запутано. Видите? Ну, вообще непросто, скажем так. Теперь я бегу по кругу. Открываю... Подождите. Правильно ли я сделаю? У меня два золотых ключика. В принципе, можно было через верх пойти. А можно через низ. Я выбрал не совсем правильную тактику. Но опять же, получается здесь два варианта. То есть, я мог сверху открыть два золотых этих... Две золотых двери. И пройти. А мог вот так вот открыть. Взять ключик. Видите? Просто теперь у меня как бы нет ключика. То есть, туда я не могу пройти. Но мне, в принципе, туда не нужно. Вот. Уровень пройден. Бонус за время уже 0. Идем дальше. У нас 15 уровень. И я думаю, это на сегодня последнее. То есть, краткий обзор. А если эта игра вам понравится, то буду записывать ее, записывать. Тут уровней очень много. Там, наверное, сколько их? Наверное, уровня 200. Точно. Так. У меня есть золотый ключик. Нужно этого охранника как-то обмануть. Вот. Я это сделал. И теперь могу пробежать. А смотрите, у нас на карте здесь что-то новенькое. Какой-то рубильник или рычаг. Так. Получается, вправо пойду. Потом не смогу открыть левую дверь. Поэтому сначала открываю левую дверь. Серебряный ключик у меня есть. Беру вот так вот его. Теперь возвращаюсь за серебряным ключиком. Вот сюда. Открываю серебряную дверь. Вот так вот. Беру последнюю драгоценность. Алмазик. И нажимаю рубильник. Смотрите. Та плита, которая блокировала дверь. В общем, мы ее разблокировали. И уровень пройден. Так. Как вы видите, все 15 уровней, которые я сегодня планировал пройти, я прошел на 3 звездочки. Сложности фактически не возникло. Поэтому буду на сегодня с вами прощаться. Если вам понравились эти поиски сокровищ, то поддерживайте это видео своими лайками. Пишите об этом. И, исходя из ваших комментариев, буду решать, записывать эту игру дальше или нет. Дальше нельзя. Можно. То есть, видите, мы можем зайти в любую локацию. И любую начать проходить. Не обязательно проходить с самого начала, как я думал. Можно хоть даже с конца начинать. О, а что это? А, это, наверное, в разработке. Или это закрыто? А, ну-ка. Ого, видите, здесь уже первый уровень очень сложный. Поэтому, я думаю, много интересных обзоров нас ждет впереди. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь. Будет интересно. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok